Дневной разворот — Совершенно верно. И мы эту тему начали освещать уже вчера. Здесь в этой же студии работали. И сейчас продолжаем вместе с Андреем Мусенко, членом Общественной палаты Российской Федерации от Кировской области. Андрей Леонидович, добрый день. — Добрый день. — И Григорием Сайфулиным, руководителем Центра демографии, репродуктивистики и изучения вопросов семьи Вятского госуниверситета, председатель комиссии по образованию, науке и культуре и делам молодежи Общественной палаты Кировской области. — Григорий, добрый день. — Добрый день. — Добрый день. Ну вот сейчас продолжаются как раз в это время, да, сейчас продолжение баталий на гражданском форуме в 11 часов. — Да, непосредственно сейчас, да. — Стартует секции. Четыре площадки очередных, да? — О результатах независимой оценки качества образования в Кировской области, проблемы пути решения, деловой час о перспективах развития технологии целевого капитала как формы поддержки НКО, об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Кировской области и концессия «Новый этап в развитии ЖКХ». — Четыре площадки открытые, абсолютно свободные для всех, и все это на базе нашего опорного университета на Московской 36. — Ну, Володя такое слово назвал как баталии. А были ли они вчера на форуме? О чем говорили? И мы хотели бы такой итог предыдущего дня подвести. О чем говорили? О чем спорили, может быть? Вот к Андрею Леонидовичу вопрос. — Ну, баталий в прямом смысле этого слова не было, хотя, конечно, на секции, открывавшей форум вчера, секции по теме деятельности общественных советов, наш гость, один из наших гостей, Владислав Олегович Гриб, призывал нас как раз к тому, что... — Ваш коллега по ОПРФ. — На плате России, да. Он призывал нас к тому как раз, чтобы в рамках таких вот гражданских обсуждений, общественных слушаний, в частности деятельности общественных советов, были в том числе и яркие проявления позиций. Он говорил, что на общественных советах должны быть споры, должны быть даже ссоры. Приводил в пример законодательные органы некоторых государств. Но мы в ответ ему оппонировали, что все-таки, в первую очередь, ориентируемся не на форму этой работы, а на результат. — Но, действительно, разговор об общественных советах был очень таким содержательным. И самое главное, что та резолюция, которую по итогу мы, собственно говоря, сформируем через некоторое время, когда соберем все предложения, будет содержать в себе конкретику по совершенствованию работы общественных советов на базе той практики, которую Владислав нам озвучил в федеральной и в других регионах, и на базе нашего опыта. — Автор закона, кстати, об общественном контроле. — Автор закона, причем, и соавтор закона регионального, который мы писали с его участием при его поддержке. И эти же тезисы он озвучил впоследствии на открытии форума, на пленарном заседании, собственно говоря, адресовав губернатору, в частности, тезис о том, что в систему оценки работы руководителя органов исполнительной власти, министров региональных, должен быть включен такой показатель, как оценка, собственно говоря, со стороны общественного совета. — Это то, о чем мы с вами уже много раз говорили и в этой студии, и на площадке общественной палаты, и вчера Владислав сам сказал, что мы должны признать, что общественные советы работают неэффективно, действительно, и это так. Но настройка вот этой, скажем так, призыв к повышению их эффективности этот форум даст. Даст однозначно, и некоторые вещи будут зафиксированы документально. В частности, мы постараемся перенять практику общественной палаты России в части проведения заседания общественных советов на площадке общественной палаты. — О чем вчера говорил в этой студии Валерий Фадеев, секретарь общественной палаты Российской Федерации. — Да, и это совершенно меняет форму проведения. Одно дело, когда вы приходите в министерство, другое дело, когда министерство вынуждено идти на абсолютно открытую площадку, где диалог ведется несколько иначе, мягко скажем. — Родные стены не помогают? — Родные стены не помогают, пропускного режима нет. — Атмосфера, в общем, другая. — Да, не к тебе приходят, а ты, собственно говоря, приходишь, поэтому там все проходит иначе. И Владислав, и Валерий Александрович, и Владислав Валерьевич приводили примеры того, как проходят эти общественные советы в стенах общественной палаты, как отвергаются решения, предлагаемые органами власти, и, собственно говоря, принимаются другие. — Ну и в качестве там яркого, самого яркого, наверное, примера была приведена ситуация с общественным советом приросавиации после всех историй с Вимавиа, когда общественная палата признала деятельность совета несодержательной, неэффективной и, собственно говоря, настояла на его расформировании и формировании нового совета. — Ну, это вот одна из тем, с которой мы, собственно говоря, вчера начали. Продолжилось все пленарным заседанием, на котором обсуждались в том числе формы поддержки НКО со стороны государства. — Да, и упоминался конкурс президентских грантов, который как раз закончился подведением итогов второго этапа, и по этому году у нас 21 победивший проект, порядка 25 миллионов в общей сложности финансирования Кировской области. — Это прекрасный результат. — Ну, результат прекрасный, хотя я думаю, что есть куда, конечно, нам стремиться с точки зрения динамики, да, но если мы, насколько я помню, порядка 3400 проектов победило со всей страны, то есть если посмотреть пропорцию, там, да, 1 к 100, как мы обычно, то есть еще над чем работать. — Поэтому я знаю несколько хороших проектов, которые, к сожалению, не прошли. Надо отдать должное фонду грантов, они буквально оперативно сейчас проводят консультации о том, что было, в чем были недоработки этих проектов, чтобы можно было их заявить повторно. Вот, поэтому бурных баталий не было, но содержательность проведения форума, на мой взгляд, возросла и по рассматриваемым темам, и по принимаемым решениям. В частности, там, по пленарному заседанию, на котором Фадееву были заданы конкретные вопросы и получены достаточно конкретные, там, ответы, в том числе по реализации проектов. Тут, наверное, адресуюсь к коллеге моему, который про это может подробнее рассказать. Это его прерогатива. — Передаем слово Григорию. — Григорию. — Вчера на пленарном заседании были озвучены некоторые болевые точки, как сказал Андрей Леонидович, в частности, касаемые образовательного процесса в школе. И вот проблема веса рюкзачков у детей, которые вынуждены носить учебники, при этом нарушаются все нормы, которые связаны с их здоровьем. Были вопросы касаемые... — В общем, рюкзаки слишком тяжелые для такого возраста. Но при этом есть решения, позволяющие эту ситуацию решить, чтобы детки, они по итогам начальной школы, они не выходили со сколиозами, с плоскостопиями и при этом успевали с образовательным процессом. Но мы, даже когда обсуждали с коллегами на Совете общественной палаты, считали, что очень важно использовать возможность гражданского форума для того, чтобы были приняты конкретные решения, либо конкретные инициативы проектные были рассмотрены для дальнейшего внедрения. — Игорь Владимирович, начали свое выступление вчера. — Губернатор Кировской области, Игорь Васильевич. — Совершенно верно. Обозначил очень ключевой посыл в том, что университет, студенчество, молодежь — это те люди, которые в дальнейшем, уже через несколько лет, будут в некотором роде, а может даже в целом, определять будущее нашей страны. — И вопрос о том, что воспитание молодежи является очень важным аспектом. Мы предложили вчера губернатору, и надеемся на поддержку Валерия Александровича в этом вопросе, помочь реализовать в Кировской области создание исторического парка «Россия. Моя история». Я расскажу просто о том, что по инициативе президента России в 25 городах страны сейчас создаются такие исторические парки. Это особое выставочное пространство, где с помощью самых современных мультимедийно-интернативных технологий предоставляется содержание нашей истории. Причем содержание самое авторитетное, создавали с ведущими историками России 150 человек, МГУ, РАН и многие другие совершенно разные группы исторические. При этом все пронизано огромным видеоархивом и самое главное — отвечает на запрос людей. То есть нет какого-то идеологического посыла, разделения людей по отношению к разным периодам истории, а наоборот — принятие всей нашей истории с учетом всех смыслов и последствий этих причин в глобальном контексте нашей страны. Наш-то город попал в список этих 25 человек? Наш город не попал. Там 15 миллионников и 10 городов, которые распределены территориально. Там Якутск, Дагестан территориально. Это Центр распределял, я так понимаю, незаявительная была система. Да, это незаявительная система. Это администрация президента распределяла территориально, чтобы была доступность разных регионов. Но мы узнали и хотим. Мы даже более того, на прошлой неделе были в Нижнем Новгороде, где такая выставка открылась 6 ноября на базе ярмарки Нижегородской. Там раньше были торговые ряды, теперь перестройка, полностью билетерический парк, огромное количество людей, огромный интерес. Там разные мультимедийные технологии, интерактивные сенсорные панели, где как раз можно очень хорошо, насыщенно посмотреть, что происходило, допустим, 100 лет назад. Что предложили наши общественники и наши специалисты, мы узнаем после короткого перерыва. Продолжаем нашу беседу с Андреем Усенком, членом общественной палаты России от нашего региона, и Григорием Сайфулиным, руководителем Центра демографии и репродуктивистики изучения вопросов семьи Вятского госуниверситета. Григорий также возглавляет комиссию по образованию, науке, культуре и делам молодежи нашей региональной общественной палаты. Итак, продолжаем. Некоторые итоги гражданского форума вчерашнего, да, вот еще раз напомню, что вчера, сегодня и завтра гражданский форум происходит на площадке Вятского государственного университета, и остановились на том, что Григорий сказал, что Киров, Кировская область намерена участвовать в проекте, до сих пор, пока еще у меня не устоялось в голове название, некий исторический парк. Исторический парк «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история». 25 городов, из них 15 миллионников и 10 региональных центров, которые были выбраны в федерации, уже участвуют в этом проекте, и у вас был опыт поездки в Нижний Новгород, где вы все посмотрели, и что сейчас происходит? Мы связались с федеральным координатором этих исторических парков, получили необходимую информацию по требованиям площадки для размещения исторического парка и узнали текущие условия такого создания. — Каковы же они? — Они следующие. «Газпром» по рекомендации администрации президента, она дается по запросу регионального правительства, предоставляет субсидию 120 миллионов рублей на мультимедийное оборудование, настройку, наладку и обучение людей, которые будут заниматься на этой выставке. То есть специалисты. — Тут только попроси «Газпром» сразу? — Не совсем так. — Если администрация президента просит. — Потому что есть прямое соглашение о том, что проекты, которые раньше «Газпром» и так поддерживал в сфере образования, истории и культуры, они в цвете, в том числе исторических событий, празднуют много дат исторических в последнее время, они переориентированы на эти два года, 16-17, ну и, наверное, 18-й еще, на поддержку таких парков исторических. Это большой глобальный проект. Но при этом есть условия к региону создания площадки. Вот здесь, наверное, самая большая сложность, потому что площадка, она должна соответствовать требованиям. В первую очередь по площади. Это не менее 5500 квадратных метров. — Как-то нам представить эту площадь. — Цвет к вату. — Я хотела про это же сказать. — Ну, смотрите, чтобы вы представляли, площадь Ледового дворца «Союз», самого катка, 1200, по-моему. — Почти в 5 раз больше можно, да? — Квату. — Квату? — Ну, квату вы имеете в виду территориальную площадку земельную. То есть площадку. А здесь речь идет о том, что это может быть либо помещение. — Нет, там может быть новая постройка, или может быть приспособление действующего помещения. — Есть просто типовой проект. Мы уже даже узнавали, что, может быть, нам в Кире поменьше что-нибудь сделать. Но типовой проект, типовое решение уже готовое сейчас. Два варианта. Либо это реконструкция, как, допустим, в Нижнем Новгороде ярмарки перестроили. Либо это создание новой конструкции, одноэтажной. В течение полугода она возводится по опыту регионов других. На которых располагается не только выставка, не только парк, но еще и некоторые социальные среды, условия для того, чтобы на основе этого контекста создавались молодежные движения, молодежные проекты, своего рода такой каворкинг. — Общественные пространства, образовательные какие-то центры. — Совершенно верно. — Совершенно верно. То есть это могло бы создать площадкой для привлечения вот таких сил молодежных, чтобы они, изучая историю, на основе этого создавали социальные проекты. — Вы уже обсуждали возможные площадки в Кире? — Мы сейчас начали с коллегами вот эту историю. — Какие идеи есть? — К сожалению, когда мы получили вот вчера эти требования, мы отвергли все предыдущие предложения по площадкам, которые у нас были ранее. То есть это учреждения государственной молодежной политики, они не подходят. — Не подходят. — Как вы сказали, 5 тысяч квадратных метров? — 5 тысяч квадратных метров, да. 5 тысяч — это выставки сами, 4 экспозиции. — Так это же полгектара всего лишь. — Это имеется в виду площадь помещения. Еще раз повторюсь, это три ледовых дворца. — Парк «Россия. Моя история» плюс концертный зал, образовательные, общественные пространства. — Вот и застроили Квату. — Да. — Да. Есть вот уже предложение вчера прозвучавшее о том, что есть территория Квату, и сейчас обсуждается широко. — А кто это предложение озвучил? — И где? — Смотрите, было два момента. — Первый момент, когда мы встречались после молодежного форума в Нижнем Новгороде с ребятами, которые участвуют в делегации, где мы вместе ездили, эти предложения впервые, наверное, прозвучало на обсуждение с главным федеральным инспектором. В дальнейшем, я знаю, что вчера отец Андрей Лебедев тоже тут ее озвучил и поддержал в том плане, что там есть студенческий совет, то есть есть группа общежитий университета, есть три корпуса, то есть как раз студенты могли быть участниками этой экспозиции. — Тут же семинария РПЦ. — Исторические издания. — В некотором контексте это было бы, наверное, справедливо. — Мы посылы туда вот сейчас в Серый дом отправляем. — Вот еще момент, который мы с вами во время паузы обсуждали. У каждой выставки есть возможность вот на эту субсидию «Газпрома» создать региональный контент. То есть не просто вообще федеральная повестка, но регион формирует задания, какие события нашей местной, допустим, вятской истории было бы хорошо осветить. И с привлечением наших историков и ведущих московских создается это интерактивное содержание, и оно в этом контексте создается. — Я думаю, что наши бы историки с удовольствием откликнулись. — С удовольствием. — Мало того, я думаю, что компания «Росвидео», которая создает потрясающие интерактивные продукты, дешевле, чем другие федеральные компании, не сочтите за рекламу, но это патриотическая позиция, могли бы замечательно поучаствовать и создать что-то неповторимое. — По опыту других регионов, Петербург, вчера как раз куратор был в Петербурге на стройке, мы с ним так оперативно созванивались, создает выставку 14 тысяч квадратных метров. Она будет двухэтажная, первый этаж общероссийская экспозиция, второй этаж петербургская. Ну, понятно, что Петербург — это особая история. Дагестан, Якутия тоже создавали два этажа, вот у них в таком ключе. Мы обсуждали форматы, можно как-то удешевить этот способ, чтобы можно там VR-очки использовать, чтобы можно было как-то записать и даже мобильно это делать. Но по опыту Манежа они использовали эти технологии. Это получается еще даже более затратно, до того, что VR-очки быстро ломаются, там требования по гигиене возникают, потому что большой поток людей, это все нужно стерилизовать активно, и в итоге получается даже еще дороже. — А что вы рассматриваете, Андрей Леонидович? Это уже проектная документация? — Да, это техзадание. — Техзадание. — На столе сейчас лежит прямо перед нашими гостями. — Техзадание. — Это как раз мне прислал директор по развитию исторических парков документацию. Это на самом деле один из документов из 20. — Да, но я просто смотрю сразу на общие условия, и, собственно говоря, там замечательная фраза про Газпром утыкается и в одну простую вещь. То есть источники финансирования 50% пожертвования Газпрома, 50% региональный бюджет. — 120 миллионов Газпром, 120 миллионов бюджет. — Как мне вчера пояснила, как раз Юлия Георгиевна, куратор, и там даже написано по справке дальше, то есть 50% — это условная цифра, это в целом помещение. То есть может быть и в сторону и больше, и меньше. — Я понимаю, смотря в какой форме. — То есть может быть регион придется и больше, а может и меньше, в зависимости от того, что есть. — Как договоримся? — Да, но есть хороший формат. Частное государственное партнерство. Выставка частично окупается, по крайней мере, на содержание дальнейшего персонала. Там есть несколько форматов, как это реализуется. Может быть, не есть предприниматели, которые готовы будут участвовать в этом проекте. — Предприниматели внутри региона? — Да. — И когда, собственно, конечные... — Что дальше? Какие решения? — Когда мы должны сказать «да», «нет», «участвуем», «не»? — Итоговое слово за руководством региона, так или иначе. — Где вчера была озвучена, в чьи уши вложена эта идея? — Это было озвучено на пленарном заседании, собственно, для Григория. И при этом присутствовали и губернаторы, и секретарь общественной палаты России. И была высказана поддержка, по крайней мере, ОПРФ заявила о готовности поддержать включение Кирова в список этих 25-26 городов. Для этого придется тоже приложить определенные усилия. — Конечно, конечно. — Но для этого нужна, несомненно, внутренняя наше решение по готовности. Надо проанализировать тех заданий, посмотреть существующие какие-то помещения, может быть, промышленные площади, высвобождающиеся, например. Потому что требования — это достаточно серьезные. Высота потолков — 8 метров. То есть это необычные здания. Поэтому здесь надо оперативно заниматься. Но вчера Григорию поддержку продекларировали. Так что теперь, если что называется, инициатива в наших руках. — Сколько времени-то у нас есть? — Ну, я думаю, что здесь строгих сроков, наверное, нет. — 18-й год остался, проект на 3 года рассчитан. — Но мы просто с своей стороны, как раз с учаственной палатой, немедленно. Уже вчера я сразу переслал эти требования Георгию Андреевичу Барминову, министру спорта, научной политики, потому что он как раз в этой теме. И он пообещал, что судит с коллегами в правительстве вот эти требования по возможным площадкам для размещения. — Да, я думаю, что здесь, конечно, не только дело Министерства спорта и молодежной политики. Все-таки такие решения принимаются принципиально на самом верху. Губернатором он вчера это услышал. И мы, Игорь Владимирович, зададим этот вопрос в нашу ближайшую встречу. А он обещал, что будет регулярно сюда приходить. Очень интересная... — Министерство может ответить, ребята, мы не занимаем 5000 квадратных метров. У нас будет тесновато, да? — Да, да. Эта история очень интересная. Посмотрим, как она будет развиваться. И это действительно очень хорошая возможность реализовать максимальную территорию квадратных метров. Настаивая над этим. Хотя... — У нас уже несколько единомышленников. — Прав Андрей Леонидович, который говорит, что у нас достаточно много промышленных свободных площадей на больших предприятиях. Да, да, и совсем рядом здесь. Совершенно верно. Что еще со вчерашнего форума мы должны отметить? — Ну, если говорить о визите, собственно говоря, секретаря общественной палаты, который был здесь, в вашей студии, я должен сказать, что это первый региональный форум, который посетил Валерий Александрович в качестве секретаря общественной палаты. — Кстати, насколько тяжело было найти время в его графике договориться? — Ну, достаточно сложно. Мы там до определенного момента не могли сказать, все-таки будет он занят по федеральной повестке где-то в Москве, в тех учреждениях, где он должен бывать. И поэтому, в общем, ориентировались, но, что называется, держали, скрестили пальцы, да. Первый выезд на региональный форум, не первый выезд в регионы, но первый выезд на региональный форум. Это для нас было принципиально важно, мы над этим работали совместно, все те, кого мы называем такой кировской диаспорой в общественной палате России, в хорошем смысле этого слова. И постарались создать ему достаточно насыщенную программу. Он действительно там несколько жаловался уже под конец на то, что и не обеда, ничего, но нам было важно показать разные форматы и разные формы того, что в Кирове есть. Мы после пленарного заседания уехали в Рорде, в центр работы с особенными детьми, да, Дорогой Добра, и хотели ему показать именно тот хороший пример того, как НКО, там, да, не ожидая там милости от государства, ведет свою работу, но при этом государство там необходимую поддержку оказывает. Мы пригласили туда же Елену Васильевну, главу города, она тоже впервые там побывала, и, собственно говоря, показали на примере, да, там, то, что было, да, там, остался еще уголок не отремонтированный. То есть вы были там в новом здании, да, на Розовик-Сембург, которое было передано им. И то, что сделали за очень короткое время, и то, что там сейчас происходит. И, конечно, впечатление от этого, вот от этих людей, которые, там, беззаветно, да, что называется, посвящают себя всему этому. И Валерий Александрович, и Елена Васильевна впечатлила. Там, я уверен, что Фадеев уехал из Кирова с этими воспоминаниями, с подарками, которые ему вручили, с подарками, которые он купил, кстати, на выставке. Добрый подарок проекта, о котором мы ему рассказали, так, когда замещаются всякие эти корпоративные новогодние календари, ежедневники с сувенирами, сделанными руками детей. И Елена Васильевна, мы, кстати, буквально вчера прямо там на площадке обсудили вопрос того, что дети, которые там до школы занимаются в этом центре, потом все равно должны по линии инклюзивного образования оказываться в школе, да, если им позволяет все-таки это здоровье. Но там все равно возникает вопрос, что с ними должен находиться специальный ассистент, так называемый. А чтобы это сделать, чтобы школы могли этого ассистента ввести, то есть в дополнение к преподавателю, нужно дополнительное финансирование. И вчера вопрос, буквально находясь в РОРДе, говорили об этом, Елена Васильевна, хорошо понимая схему вот этого финансирования, она сказала, давайте выходите с обращением на Гордуму, и мы для таких детей введем специальный коэффициент вот этого подушевого финансирования, что будет позволять школам вводить ставки вот этих ассистентов. Причем это было сказано, делайте прямо сейчас, мы 30 ноября это обсудим на Гордуме. Поэтому вот это вещи, которые рождаются именно от посещения, именно от погружения вот в эти процессы. Одно дело, когда вы это сидите, обсуждаете на секции, другое дело, когда вы детей этих видите, видите, как с ними работают их мамы и преподаватели, которые привлечены. И это действительно позволяет оптимизировать и обсуждение этого, и принятие решений, тем более, когда собираются первые лица руководства. Поэтому вот конкретные вещи, которые рождаются из вот таких вроде бы, может быть, не самых пафосных, торжественных мероприятий. И такими вещами вчера была пронизана вся программа форума, и пленарное заседание, и секции. Мы сейчас перерываемся буквально на две минуты, напоминаем, что общаемся мы с Андреем Усенко и Григорием Сайхулиным. Эй, 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 куда? В фирменном магазине «Самсунг» скидка на флагманские смартфоны «Галакси С7» и «Галакси С8» от 5 до 12 тысяч рублей. И кредит на два года без переплаты. Узнай подробнее по телефону 25 55 71 или по адресу «Московская 9». Не жди нового года. Бери сейчас! Кредит предоставляет ООО «Коммерческий банк Ренессанс Кредит» по программе 0024. Сумма кредита от 1 рубля до 70 тысяч рублей. Бытовая химия ловит. Чистота кругом и всё блесит. Все её для дома выбирают. Совсем недорого приобретают. Недорого её приобретают. Аптовая продажа бытовой химии «Ловит». Моющие и чистящие средства в ассортименте на сайте «ловит.ру». Старые двери вышли из строя. Пожарный инспектор дал предписание. Решение есть. И это «Вымпел-45». Одна из ведущих российских компаний, занимающейся производством и монтажом противопожарных, технических и квартирных дверей. Наш многолетний опыт позволяет создавать конкурентные цены при высоком качестве. Вся продукция сертифицирована, деятельность по монтажу лицензирована. «Вымпел-45», «Мелькомбинатовский проезд-7», «Офис-219». Запишитесь на замеры прямо сейчас. Звоните 525-515. Требуется конструктор женской одежды. Опыт желателен. 77-19-13, 77-12-48. Телефон рекламной службы 410-424. Продолжаем наш разговор. В студии у нас Андрей Усенко, Григорий Сайфуллин. И мы сегодня говорим, еще раз напоминаем о гражданском форуме, который стартовал вчера, продолжается сегодня и будет еще проходить завтра. Итак, вот сейчас одну из самых интересных тем, наверное, до форума мы затронули. Общественная дипломатия. Эта тема обсуждалась вчера как раз таки. Вы считаете, Андрей Леонидович, что довольно перспективное и важное направление? Я бы просто для начала обратил внимание на спектр тем. То есть, если мы посмотрим программу форума, то мы видим, что от достаточно таких локальных и узких тем, например, концессия, новый этап развития ЖКХ. Хотя касается в итоге деятельности каждого. Но это локальная тема о том, как перейти на механизм концессии в регионе. То, что нам предстоит в следующем году и в 2019 по системам водоснабжения и отопления. До темы общественной дипломатии. Я даже больше называю ее народной дипломатией. Тема, которая, собственно говоря, возникла буквально за несколько дней до начала форума. На государственном уровне было, так скажем, обращено внимание на этот механизм народной дипломатии. Что это такое? Это общение между людьми из разных стран. В частности, между россиянами и иностранцами. Мы ведь с вами постоянно сталкиваемся сами с этой ситуацией. В том, что нам рассказывают про то, какие плохие у нас отношения с какой-нибудь из стран. Введены санкции, ограничены дипломатические контакты. Мы сами приезжаем в эту страну или к нам приезжают люди из этой страны. И мы понимаем, что у нас-то в общении с ними никаких санкций, проблем или ограничений нет. Мы совершенно нормально общаемся, замечательно друг к другу относимся. Получаем удовольствие от этого общения. И нам по большому счету без разницы, какие там дипломатические или еще иные ограничения введены. А в продолжении этого современные технологии, интернет и все, что с ним связано, позволяет нам продолжать это общение и без личного контакта. Так вот, понимая, что мы, видимо, все-таки попали в ситуацию длительного периода тех самых дипломатических и экономических ограничений и санкций, возникла идея развития народной дипломатии и, ну, скажем так, расширения ее объемов и форматов. И, собственно, для того, чтобы это сделать, сейчас ведется некий анализ и мониторинг того, какие формы этой народной дипломатии работают лучше всего, наиболее эффективны, позволяют расширить вот это общение между людьми. В Кировской области хорошая практика. На самом деле, мы когда проанализировали, есть масса различных инициатив, движений, начинаний, проектов, которые, собственно говоря, вот в эту плоскость попадают. Просто даже если начнем вспоминать, помните музей шляп, который у нас там в Вятских Полянах, откуда он возник? Он возник из кругосветной экспедиции бизнесменов, которые на своей машине объехали вокруг света и везде собрали шляпы, везде встречали замечательный теплый прием и, собственно говоря, продолжают поддерживать эти контакты. Если мы возьмем деятельность наших молодежных организаций, ну и в первую очередь, например, вуза нашего опорного, огромное количество международных контактов, студентов из 15 стран, вот та самая такая мягкая дипломатия, которая человек, как сказал вчера Игорь Владимирович, человек, отдавший лучшие годы Кировской области с 18 по 23 года, потом с этими воспоминаниями остается на всю жизнь. Я думаю, что программа «Союз нерушимый». Несомненно. Тоже часть народной дипломатии, когда создаем положительный такой контент. Да, и мы собрали людей, которые погружены в эти процессы. Понятно, что не всех происходило все это очень быстро, потому что сегодня уже по результатам вчерашней секции Валентин Николаевич Пугач, ректор университета, и Михаил Курашин, который по федеральному уровню занимается этим проектом, они уже в Нижнем Новгороде, собственно говоря, с нескольких регионов обсуждают эти практики. Мы вспоминали много. Мы вспоминали полицейскую ассоциацию нашу, неутомимого Николая Витальевича Кощеева, который и сам ездит туда много, и сюда приезжают, у него постоянно какие-то делегации. Движуха. Да, практик таких много, и на самом деле, если государство, я об этом говорил, и мы обсуждали эту тему, вот если государство не попытается это все формализовать, загнать в рамки, грубо говоря, Министерства народной дипломатии, вот слава богу, чтобы только этого не произошло, у нас будет Министерство иностранных дел и Министерство иностранных народных дел. Вот если этого не произойдет, а государство посмотрит на эти практики, в чем-то поддержит, потому что они нуждаются в финансовой поддержке, несомненно, в двухстороннем режиме, в алгоритмизации и в тиражировании, то мы действительно можем получить очень хороший результат в виде расширения международных контактов Российской Федерации, но вот на уровне людей. Вот все-таки приведите примеры этих практик народной дипломатии, о чем конкретно речь идет? Ну, я же перечислял там сейчас, ну, хорошо, давайте я на своем... Какой-то, да, какой-то один момент. Давайте на своем примере я приведу, чтобы там, да, ну, с одной стороны не скромно, с другой стороны, чтобы никого других не обидеть, не выделяя кого-то одного. Ну, там, частный детский сад, который вошел в систему некоммерческих организаций общеевропейскую, гуманитарной направленности, по линии которого ведутся обмены там преподавателями, студентами, волонтерами. Мы, там, делегации этого детского садика выезжали в октябре, по-моему, на празднование 30-летия этой организации, приняли участие в благотворительном забеге, пообщались с коллегами из нескольких стран, коллегами разными, да, все в той или иной степени имеют отношение к гуманитарной деятельности общественной, но коллеги совершенно разные. Уехали с замечательными впечатлениями, договорились о продолжении этих взаимоотношений, о приезде сюда, то есть, и это была, там, европейская страна, Польша, да. Польша, которая, ну, исторически даже и сейчас, ну, такое у нас очень неоднозначное, так скажем, отношение, да. Но на уровне людей-то это ведь все совершенно по-другому. Вы сами это прекрасно знаете. Мы приезжаем в недружественную, там, нам... Америку. Америку, да, и ваш, там, редактор информационного вещания, собственно говоря, там, возвращается с хорошими впечатлениями. Потому что одно дело, там, глобальные национальные, якобы национальные интересы, я так скажу зачастую, а другое дело глобальный мир, в котором все мы с вами живем. Кто-то из нас с вами хочет войны? Да никто не хочет, на самом деле. И здесь, на мой взгляд, очень важно, и, может быть, воспользовавшись этим не сейчас, но через некоторое время все-таки прийти к тому, что интересы людей, они превыше интересов вот этих иногда, там, квази-псевдогосударственных. Да, ну, для меня пока еще загадка, каким образом эти практики могут быть поддержаны государством, что все равно для этого Андрей Леонидович придется создавать некую структуру, если не министерство, то что-то должно быть. Ну, не обязательно создавать структуру, чтобы оказывать поддержку. Можно-то, надо просто понять, в чем она нужна. Включить гранты, например. Да, и отдать это самим же НКО, например. То есть, вот смотрите, ведь для того, чтобы поддерживать проекты по президентским грантам, не понадобилось создавать министерство, ничего, да. И, слава богу, что не стали ничего создавать в регионах. Я вот этого очень боялся, что если сейчас фонд президентских грантов начнет создавать отделения в регионах, то, собственно говоря, сумма на содержание всей этой структуры будет больше, чем на сами президентские гранты. И нормально. Несколько тысяч экспертов на безвозмездной основе оценивают эти проекты, нормально работают проекты, получают деньги на очень коротком, вот этом бюрократическом плече. Никаких вопросов, никакой зарегулированности. Вот он, работающий механизм. Совершенно нормально, отлаженный. Он настраивался несколько лет, там было несколько операторов, сейчас он один, но вот он работает. Если то, такой же, условно говоря, механизм проецировать на систему народной дипломатии с заявлением проектов. Причем эти проекты не обязательно каждый раз придумывать новые. В чем и, собственно говоря, дело по изучению, мониторингу проектов. Если они есть хорошие, если у нас есть День Йоги, условно говоря, давайте расскажем о этом проекте другим регионам, они им заинтересуются, или мы что-то у них возьмем. Вот поэтому здесь я вижу, что при всех некоторых опасениях дело хорошее и результат может быть очень достойным. Даже более того, возникают случаи, когда эти контакты приводят не просто к отношениям между людьми, но к развитию в целом среды общественной. Пусть Маталья Алексеевна Катаева уже несколько лет проводит форум ТОС гражданской активности, как раз людей, которые живут по месту жительства во дворах, в муниципалитетах, в районах, и приглашают специалистов из Прибалтики. Вот там Деревнис про Польшу сказал, Прибалтик, наверное, еще более яркий пример, такой, скажем, общегосударственный, по крайней мере, как мы там посминучаем недружеские жизни. Жесткую напряженность во взаимоотношениях. А ведь когда мы там с людьми начинаем работать, все это как бы становится совершенно неважным. Да, и как раз специалисты приезжали сюда из Прибалтики, это профессора вузов, которые занимаются социологией, практиками различными, общественными. Они обучали наших местных коллег, благодаря этому развились некоторые проекты. Затем были визиты обратные туда, в Прибалтику, там клуб Нир исторический ездил, показывали концерт, от которого все коллеги были в восторге, насколько я знаю, по отзывам. И то есть вот такими простыми моментами, малозатратными, самое важное, можно оттечь хорошего эффекта. И результат ведь не только в самом расширении контактов. Результат в том, что чем больше людей вовлечено вот в такие процессы, тем больше шансов, что постепенно эти люди будут попадать и в органы власти, и в дипломатические структуры. И вот это отношение, ну, что уж тут греха таить, и лукавить, имеющая свои корни еще из Советского Союза, железный занавес и все остальное, там у нас еще не до конца сменилась когорта тех государственных служащих, которые этим занимаются. Есть шансы, что и там отношения изменятся. Когда мы будем другими глазами смотреть на наших соседей, близких или далеких, мы можем совершенно иначе строить и официальную дипломатическую линию. Когда мы посмотрим друг другу глаза в глаза. Да, и с другой стороны будет происходить то же самое. Если мы все-таки избавимся от этого стереотипа страны, медведей, ушанок и всего остального, и нас будут воспринимать иначе, и не позволят собой манипулировать так, как манипулируют сейчас. Спасибо. Я думаю, что небесполезно будет все-таки напомнить еще раз, что гражданский форум открыт абсолютно для каждого, для всех. Заходите на сайт форума, читайте подробную программу. Легче всего на сайт попасть, перейдя по баннеру, с сайта Общественной палаты Кировской области. Вот смотрю, в 13.30 следующая секция будет открываться. Ну и завтра еще в 11 часов. Там и молодежь будет представлена, роль молодежи в общественной жизни Кировской области, ну и другие темы, так что не пропустите. Андрей Усенко, Григорий Сайфолин, спасибо вам. Владимир Сметанин, Светлана Занько, мы прощаемся. Мы не прощаемся. В рамках разворота мы прощаемся. Сегодня день. Культпоход у нас. Культпоход ожидает нас в начале следующего часа. Культпоход.